Глава семнадцатая. Йога трёх видов веры. Арджуна сказал, «О Кришна, какова вера тех, кто поклоняется с преданностью, хотя и не следуя наставлениям Писаний? Она сатвична, раджасична или томасична?» Господь сказал, «Естественная вера воплощённых бывает трёх типов – сатвичная, раджасичная и томасичная. Услышь же теперь их описание. Комментарий. Вера людей, сознание которых ограничено телом, бывает сатвичной, раджасичной и томасичной. Теперь Господь Шри Кришна описывает эти три вида веры. Те, кто осознаёт свою ограниченность физическими пределами и стремится с помощью практики йоги пробудить своё безмерное сознание, чтобы преодолеть эти ограничения, считаются обладателями сатвичной веры. Отдающие же предпочтения телу обладают ограниченным разумом, одержимы удовлетворением своих чувств и действуют лишь с этой целью. Ведомые чувственными удовольствиями, они считаются обладателями раджасичной веры. А тех, большая часть сознания которых пребывает в спящем состоянии, которые не знают, почему и с какой целью они действуют, говорят, что их вера томасична. Обхарата. Вера каждого соответствует его природе. Человек создаётся верой. Каждый таков, какова его вера. Лишь собственный ум побуждает человека к деятельности, проявляясь посредством тела вместе с заключённым в нём безграничным сознанием. Люди, знающие о безграничности своего ума, а также те, кто о ней даже и не подозревает, все побуждаются к действию непосредственным влиянием ума. Поскольку уровень сознания различных людей отличается, вера, наполняющая их действия, также различна, соответствуя ему. Каков индивидуальный уровень сознания человека, такова же и направленность его действий. Сотвичные люди поклоняются богам. Раджасичные стремятся угодить якшам и ракшасам. Томасичные же трепеща ублажают духов и призраков. Комментарий. Сотвичные люди горят с желанием познать природу Васудевы, живущего в сердце каждого существа, пробуждая своё полное сознание. Те, кто считаются раджасичными, заняты лишь поддержанием собственного тела, больше всего остального прилагая усилия к утолению чувств и насыщению самодовольства. А люди, обладающие томасичным сознанием, проводят свою жизнь с минимальным уровнем осознанности, ради еды и секса, вечно пребывая в страхе перед призраками, которым они поклоняются. Ведомые гордыней и лицемерием, одолеваемые страстью и вожделением, такие люди совершают ужасные аскезы, нарушая указания писаний. Комментарий. Такие глупцы, пребывая в заблуждении, терзают материальные элементы в виде собственного тела и меня, пребывающего в их телах. Знай, они имеют демонические наклонности. Безмерное сознание таких людей пребывает в спящем состоянии, ограничиваясь лишь чувственными удовольствиями. Обладая демоническими чертами, своими действиями, они оскверняют скрытого внутри них васудеву. Даже пища, которую предпочитает человек, бывает трех типов, как и ягья, дарения и аскеза. Узнай от меня об их отличительных свойствах. Комментарий. Считается, что люди, обладающие сотвичными, разжасичными и томасичными чертами, предпочитают различные виды пищи. Исходя из этих трех умственных предрасположенностей, все их действия также можно разделить на три категории. Сочную, маслянистую, долго хранящуюся и аппетитную пищу, которая дарует долголетие, силу, здоровье, счастье и жизнерадостность, предпочитают сотвичные люди. Комментарий. Пища, которая не портится при длительном хранении, маслянистая и сочная, способствующая долголетию, приятная на вид. Вот чем предпочитают питаться сотвичные люди, воудушевленные пробудить свое безграничное сознание. Пища горькая, кислая, соленая, очень горячая, острая, сухая и жгучая, приносящая горе, страдания и болезни. Дорога Раджасична. Комментарий. Люди с Раджасичными чертами любят еду чрезмерно острую, соленую и тяжелую, которая способствует разжиганию в теле огня страсти. Такая пища, помимо наслаждения ее вкусом, приносит таким людям горе и страдания, являясь причиной физических заболеваний. Комментарий. Пища несвежая и нечистая, которая начинает портиться спустя 3 часа после ее приготовления, например, мяса животных, придает телу дурной запах. Пища, для приготовления которой используются куски мертвых тел, а также алкоголь, получаемые в результате разложения испорченных ингредиентов. Вся эта еда чрезвычайно дорога людям, обладающим томасичными чертами. Ягья, соответствующая наставлениям священных писаний, совершаемая как должно и без желания выгоды, сотвична. Комментарий. Осознавшие свои ограничения, поняв подсказки, оставленные древними мудрецами в священных текстах, имеют твердое намерение пробудить свое безмерное сознание. Они стремятся получить посвящение в практику йоги и затем получают его благодаря своим стараниям. В результате этой практики такие люди освобождаются от всех своих желаний. Ягья ягической практики, выполняемая для достижения этого состояния, считается сотвичной. О лучший из бхарат! Ягью, движимую лишь гордыней и проводимую ради наживы, считай раджасичной. Комментарий. Действия, лишь укрепляющие ограниченность сознания физическими пределами, совершаемые только ради получения чувственного удовлетворения и усиливающие лицемерие и тщеславие, называются раджасичными. А та, что выполняется без веры, без раздачи даров, вопреки указаниям писаний, непоследовательна и небрежна, такая ягья считается томасичной. Комментарий. Бессистемные и небрежно выполняемые действия, производимые неосознанно, даже необдуманные предварительные, совершаемые без веры, являются томасичными. Поклонение богам, дважды рожденным, гуру и мудрым, чистота, простота, целомудрие и ненасилие, относятся к аскетизму тела. Комментарий. Получившие наставления в йоге от осознавшего брахман великого гуру, приступают к практике, чтобы познать истинную природу бесконечного, непроявленного времени. Они испытывают искреннее уважение к другим садхакам, к гуру и к остальным мудрецам, осознавшим брахман. В полной мере осознав святость и важность тела, они соблюдают воздержание, при помощи практики йоги сдерживая потерю ключевого элемента тела, чтобы добиться успеха в пробуждении своего бесконечного сознания. Пробуждаясь, сознание таких людей освобождается от влечения к собственному телу и телам других. Такие великие люди, утвердившись в ненасилии, выполняют физическую аскезу, чтобы с помощью тела постичь необъятное. Произнесение слов, которые приветливы, правдивы, любезны, благожелательны и подкрепляются постоянной практикой самопознания, таков аскетизм, относящийся к речи. Комментарий. Великие люди, пробуждающие с помощью тела бесконечность своего сознания, говорят только правду, приближаясь через это к той высшей истине. Они постоянно заняты самоизучением, а их благожелательная речь вдохновляет других. Удовлетворенность, мягкость, безмолвие, самообладание и чистоту мысли знай как аскетизм ума. Комментарий. Великие люди переживают безграничное счастье, когда их сознательный ум постигает бесконечность разума. Пребывающие в этой бесконечности, такие люди немногословны и выглядят безмятежными и умиротворенными. Познав свои ограничения, они утверждаются в безграничности и, благодаря их пробужденному сознанию, достигают святости ума. Выполняемые достигшими совершенства с исключительной преданностью и без стремления к результату, эти три вида аскетизма составляют сатвичную тапасию. Комментарий. Великие эстхита праджня, достигшие бесстрастия и утвердившиеся в самадхе при помощи практики йоги, назвали усердное выполнение трех основных этапов этой йоги сатвичным тапасом. А беспорядочную и непостоянную аскезу, совершаемую на показ ради признания, почести и восхищения, знай в этом мире как раджасичную. Комментарий. Люди, заключенные в физических пределах и обладающие ограниченным разумом, горят в огне ярости. Они порабощены ненасытным высокомерием, стремясь к завоеванию все большего и большего уважения, которое едва ли заслуживают, и к получению все больших и больших чувственных удовольствий. Все подобные действия, выполняемые ограниченным грубым сознанием и дающие лишь кратковременные результаты, называются раджасичной тапасией. Аскеза же, выполняемая безрассудно и принудительно, через самоистязание или ради уничтожения других, называется тамасичной. Комментарий. Действия, которые совершаются людьми с инертным умом, сжигаемыми собственной глупостью и причиняющими вред себе и другим, называются тамасичными. Дарение, совершаемое с чувством долга, без желания вознаграждения, тому, кто достоин, в подходящем месте и в надлежащее время, считается сотвичным. Комментарий. Сотвичное дарение – это дар наставлений в йоге, при должной оценке возможностей искателя. Оно совершается осознающими время великими мудрецами, которые уже вышли за пределы физических ограничений и сконцентрировали на непроявленной истине времени полную безмерность своего пробужденного ума. Этот дар предназначен лишь тому, кто полон решимости познать истинную природу времени, пробуждая бесконечность ума преодолением физических ограничений. Дарение же, что совершается в ожидании награды или в расчете на прибыль, неохотно и оскорбительно, называется раджасичным. Комментарий. Люди с ограниченным разумом помогают другим в ожидании, что получивший помощь продолжит благодарить их и станет служить им в течение всей своей жизни. Такая помощь, а также дарение, сделанное в оскорбительной манере и приносящее страдания, все подобные действия, совершаемые с расчетом на взаимные услуги, именуются раджасичными. А дар, подносимый тому, кто его недостоин, в неподобающем месте, в ненадлежащее время, непочтительное и безуважение, считай томасичным. Комментарий. Так обозначен Брахман, первоисточник Писаний, создатель познавших его мудрецов и причина Ягии. Комментарий. Тот вездесущий, непроявленный Брахман, бесконечное время, которое способны познать садхаки через успешную практику трех этапов этой древней йоги, обозначается символом Ом. Великие мудрецы древности, которым удалось осознать эту истину и достичь единства с ней, ради блага будущих искателей сохранили в священных текстах указание на эту высшую истину в словах Ом Тат Сат. Поэтому, в согласии с Писаниями, познавшие Брахман любую Ягью, Дарение и Аскезу начинают словом Ом. Комментарий. Методы йоги, ведущие к познанию непроявленной истины времени через преодоление физических пределов, были указаны осознающими время великими душами и появились из той же непроявленной истины времени, обозначаемой символом Ом. Со словом Тат, стремящиеся к освобождению, совершают эти действия без помыслов о награде. Комментарий. Сознание времени, символом которого является Ом, заполняет сознание пустоты. Оно присутствует повсюду, обозначаемое словом Тат. Чтобы утвердиться в нем, устремленные к самадхи люди выполняют практику различных этапов древней йоги. Сат же указывает на вечную природу истины и на того, кто ей следует. Подобным образом это слово участвует в благоприятных ритуалах. Комментарий. Великие люди, успешно пройдя этапы йоги, утвердились в сознании пустоты и сумели получить прямой даршин ее четырехрукого воплощения. Они использовали символическое слово «сад», чтобы указать на непроявленное время, наполняющее пустоту, познавая его истинную природу. Им удалось осознать, что во всем этом мире есть лишь одна истина, та невыносимо сияющая истина непроявленного времени. Утвердившихся в яге, дарении и аскезе также именуют «сад», как и действия, что ведут к достижению этого. Комментарий. Это мироздание, что проявлено высшим, нерушимым брахманом, временем, все три этапа древней йоги, которые ведут к его познанию, а также практика этих этапов и наставлений в ней достойных, все эти проявления непроявленного времени называются словом «сад». О пардха, совершаемые без веры ягья, дарения, аскеза или другие действия, считаются а-сад. Они не имеют силы как в этом мире, так и за его пределами. Комментарий. Все действия, что лишь усиливают физические ограничения и совершаются только ради удовлетворения чувств, называются а-сад. Увлеченные такими действиями люди обладают ограниченным разумом, считают спящее бесконечное сознание своего ума выдумкой и не верят в него. Утвердившись в а-сад, не познав смерти, они проводят свои жизни в страхе, что приводит их лишь к еще большему страху по ту сторону смерти. Ум-тат-сад. Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 17-й «Йога трех видов веры» Упанишады и Шримад Бхагавад-Гита, описывающие познание Брахмана и науку йоги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok